В спорт высоких достижений ульяновец Владимир Феофанов пришел в 25 и сразу взлетел. Взял бронзу на чемпионате России по парадхэквондо. Под мудрым руководством заслуженного тренера и доктора педагогических наук Евгения Головихина стал двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира. Сейчас нацелен на Олимпиаду 2021 в Токио. В помощь созданные условия и мудрый наставник, собственный настрой и специальная методика генератор спокойствия. Я ложился спать, я чувствую, у меня какое-то волнение, я начинал дышать. А без того, что дышал неправильно верхним отделом, у меня какое-то волнение шло, постоянно какие-то мысли в голове, я не мог правильно восстановиться. После этой процедуры я начал правильно дышать и уже во время тренировок, во время сборов я спокойно отдыхаю. Под началом Головихина шесть хаквандистов основного состава и столько же резервного. Ульяновская область регион, где вот обстановка экологическая довольно-таки неплохая. Работаю на севере, я сейчас там работаю по контракту. Ощущается, что нехват кислорода и эти дети других возможностей, они более заторможены, заморожены, я их называю. Вот наши детишки в этом плане поактивнее, динамичнее, получше, генетически более одаренные. Евгений Васильевич говорит о том, что есть признаки, которые изначально помогают заподозрить потенциально высокого спортсмена. Во-первых, это длинный и острый нос, он указывает на отличную спортивную реакцию. Во-вторых, это гибкая подвижная спина. Ну и, наконец, третий признак – это некоторые психические моменты, но вот их-то как раз и можно скорректировать благодаря генератору успокойствия. С виду скромная аппаратура, по сути, высокие медицинские технологии, современный метод биологической обратной связи. Это похоже на комплекс полиграф, только посложнее. Специально предназначен для уже терапевтических процедур, для перестроения физиологии человека. Не только, чтобы считать информацию, но и чтобы человек мог перестроить свои внутренние процессы – кровообращение, дыхание, ну и мозговую деятельность. Человека обучают душить стресс и управлять собою как в ситуациях критических, так и в жизни обыденной. Минимальное эмоциональное напряжение – гарант высокой иммунной защиты. Методика используется в медицине, образовании и спорте. Для последнего – антидопинговая технология, безопасная и результативная. Мы можем усилить точность и скорость реакции. Например, если мы говорим о спортсменах, мы можем узнать их и определить точно, объективно уровень их тренированности и перетренированности. И тем самым помочь тренеру скорректировать тренировочный процесс. На генератор спокойствия уже подсели региональные федерации дзюдо и греко-римской борьбы. Гребли на байдарках и плавания. Ждем максимальных высот при минимуме эмоциональных потерь. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.